Дайте мне орбидол, еще циклоферон. Да, циклоферон номер 20. Еще гриппферон, асильтамивир и тарафлю. Противовирусные препараты этому клиенту обошлись в районе 1000 рублей. Сумма немаленькая, но с ней пришлось расстаться. Сейчас сложная эпидситуация. Небывалый рост заболеваемости коронавирусом из-за омикрона и идентичными сезонными гриппами в аптеках ажиотаж. В связи с новым вирусом, омикроном, конечно, спрос больше идет на противовирусные препараты. Это, например, асильтамивир, орбидол, циклоферон таблетки. Врачи, когда вирус идет уже с осложнением, назначают. И орбидолевир препарат, он, конечно, не дешевый препарат. Он стоит где-то больше 1000 рублей. По словам фармацевта, высокий спрос спровоцировал рост цен на определенные виды медикаментов. За последний месяц стоимость некоторых препаратов выросла на 6%. В прошлом году этот показатель был на уровне 8%. Тогда жители били тревогу из-за изменения ценников. Сейчас ситуация аналогичная, но при соблюдении простых мер защиты распространения вируса удалось бы остановить, как и вытекающие из этого последствия. Так как цена, например, на противовирусные препараты, плюс назначают капельно, чтобы снять интоксикацию, ну, где-то 1300-1400, ну, до 1000 где-то, если только противовирусные и такие препараты. Это средний чек за одни только противовирусные препараты. Если учесть стоимость антибиотиков, то покупателю придется заплатить в два раза больше. Учитывая средний доход граждан – 18-20 тысяч рублей, то покупка лекарств в среднем займет 20% от дохода, что довольно накладно, и многие вынуждены прибегать к максимальной экономии. Люди более взрослого поколения, конечно, понимают, что, например, Ремонт-1 может заменить тот же самый противовирусный циклоферон или еще что-то. Он стоит где-то в районе 37 рублей. Стараются, конечно, где-то и заменители брать. Ну, они друг друга заменяют, это аналоги. Это типичный набор препаратов у приверженцев самолечения. Все они имеют разные пропорции схожих веществ. Врачи предупреждают, что самостоятельный выбор лекарств без назначения врача опасен. Исследование здоровья очень важно, как и своевременное обращение к докторам. Врач назначает определенное лечение от, например, ну, смотря какой у тебя диагноз, что назначает врач уже на основании рекомендации назначения врача уже принимать вот эти вот препараты и не заниматься самолечением. Очень часто именно время, потраченное на самолечение, играет злую шутку со здоровьем. Методика лечения COVID-19, по словам врачей, у каждого пациента индивидуально зависит от тяжести состояния и хронических болезней. Ежедневно в районные поликлиники с симптомами ОРВИ обращаются в среднем 80 человек. Многие лечатся амбулаторно. Фармацевты отмечают, что в этом году в аптеках покупателей стало больше. И преимущественно они приходят за противовирусными и антибактериальными препаратами. В прошлом году была паника у людей, то есть какая-то непонятная истерика в связи с болезнью. Люди боялись заразиться этой болезнью, не понимали, какие будут последствия и чего им ожидать. В этом году такой паники нет, но очень много болеющих. И идет определенная позиция препарата, именно направленная на противовирусные инвестиции, иммуномодуляции. Но такого страха у людей еще нет. А из-за спроса цены повысились? Цены, если брать на 100, то цены мы не повышаем. Но в связи с тем, что очень много товара уходит в дефицит, поставщики завышают цену. То есть бывает, что конкретно какой-то препарат у них только у одного поставщика, и цена там завышена. Бывает, что в два раза. Бывает небольшой процент. Но вот эти вот скачки цен мы наблюдаем каждый день практически. То есть сегодня она цена, а завтра может быть другая цена. На скачок цены влияют сразу несколько факторов. Например, стоимость рыбежных препаратов прямо зависит от изменений стоимости валюты. И самая главная причина – спрос. В 2020 году по сравнению с 2019 он увеличился на 161% из-за начала пандемии. Чтобы остановить распространение вируса и все вытекающие из эпидситуации последствия, важно соблюдать меры защиты. При первых симптомах к врачам нужно обращаться незамедлительно. Если симптомы температуры, кашель, борли в горле, потливость, если симптомы эти уже есть, уже сразу обращаться к врачу, к терапевту или вызвать на дом к себе. Какой будет эпидситуация в будущем, зависит от населения и его сознательности. Беречь себя и окружающих – обязанность каждого в этот сложный для всех период пандемии.